В Дворце детского и юношеского творчества состоялось награждение победителей и призеров конкурса рисунков. Подробности у Ларисы Паниной. Около 500 лобнинских ребят из начальной школы приняли участие во всероссийском конкурсе рисунков «Что такое подвиг», организованном по инициативе общественной организации ветеранов «Боевое братство». Мы здесь провели конкурс вместе с художниками из разных школ, отобрали призеров и отобрали победителей. Из отобранных 130 работ жюри, в состав которого вошли учителя изобразительного искусства и представители Дворца детского творчества, а также Лобнинского отделения организации «Боевое братство», предстояло выбрать четырех победителей по количеству классных параллелей и 11 призеров. Дети с первого и четвертого класса рисовали своих героев. Если посмотреть на выставку, то можно увидеть один рисунок, где девочка нарисовала своего папу. Она писала «Мой папа герой». Мы все-таки живем в 21 веке, и дети, которые рисовали, они далекие от войны. Но работа достойная, хорошая. Видно, что детки сами рисовали, старались. Накануне Дня Победы во Дворце детского и юношеского творчества награды вручали лучшим. Все участники и призеры конкурса удостоены почетных грамот. А победителями стали первоклассница из школы номер 5 Варвара Малютина, второклассница Татьяна Лимарева из школы номер 3, третьеклассница из первой школы Мария Навценя и Павел Перепелкин, четвероклассник школы номер 8. Ребятам были вручены почетные грамоты и кубки. «И четыре лучших работы уедут в Москву, где будут участвовать они в дальнейшем выборе лучшего рисунка этого года». В торжественной церемонии вручения наград приняли участие ветераны боевого братства. А воспитанники Дворца детского творчества, ансамбль «Сувенир» и театральная студия «Маска» представили концертные номера, создав атмосферу праздника. Лариса Панина, телекомпания «Лобный».